I have ways of blowing things off. Женщина рядом с тазом для стирки напевает себе под нос странную мелодию, глаза ее закрыты. Ты не уверен, но это может быть южно-самарийская песня, возможно родом из Сигея, также известный под именем Абрикосовый Сюзеренитет. Добро пожаловать в рыбацкую деревню, она открывает глаза. Пожалуйста, наклонитесь поближе, у меня катаракта. Сочувствую. Тогда откуда она знает, что ты здесь? Если ничего не идет. Ну, она ничего не видит, катаракта ухудшает зрение, но не делает сразу полностью слепым. Наклониться. О, по ее лицу пробегаете. Добро пожаловать, офицер полиции, у нас здесь никаких проблем нет, и новые нам не нужны. Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы, уважаемые. В самую точку мы полицейские, мы не создаем, мы их решаем. Предвестники хаоса, пиф-паф, ой-ой-ой. Так. О, ну конечно, последний раз вас видели здесь 12 лет назад. Тогда вы тоже приходили решить проблему. И решили ее. Но все равно в Мартинезе ваше появление считается дурным предзнаменованием. О каком дурном предзнаменовании идет речь? О, да, как обычно. Темные вести, черные псы. Апокалипсис, Армагеддон. Да? Да, бабуль? Что-то по-моему. Я без сомнения дурное предзнаменование. Почему мне никто не сказал, что я считаюсь дурным предзнаменованием? Ну-ка. Нет, не ты личная. Я имела в виду РГМ. Какие-то мужчины подрались, и один убил другого. Потом заперся вот в этом сарае. Она указывает на здании позади себя. Он весь ушел в себя, не мог сам открыть дверь. Вы ее открыли и забрали его с собой, чтобы он мог подумать о содеянном в более укромном и тихом месте. По ее тону можно подумать, что его забрали в санаторий для духовных практик. Ну, да, это маленький такой санаторий на четыре камеры. Почему никто не сказал мне? Ну-ка. Может быть, все боялись? Почему? Потому что ты дурное предзнаменование, но здесь тебе все равно рады. Если только за тобой не гонятся вооруженные люди. Хотя, может быть, и в этом случае тоже. Такая уж у нас рыбацкая деревня. К сожалению, здесь не слишком много места для твоей мотокареты, и не слишком много домов и людей. Мои дети давно разлетелись, ищут сокровища, как и все остальные. Ох, ну я заболталась. Она может рукой, а что вас привело? Здесь можно остановиться. Давайте по очереди. Остановиться здесь? Большинство людей пытаются отсюда убраться. Ну, если ты хочешь снять жилье, у меня в хижине есть свободная комната. Она указывает мыльным пальцем на дом за своей спиной. И сколько просите? Я не возьму с тебя денег, считая это шестом доброй воли от деревни РГМ. Вы дадите мне в ней пожить просто так? Есть один парень, Гард. Мне приходится ему платить каждый день. Просто чтобы не околеть на улице. Да, я согласен. Знаете чё? Не заставляйте старую женщину жалеть о том, что она опустила полицейского в свой дом. Она извлекает ключ из складок передника. И отдаёт его тебе. Что же, если утром не застану вас в гостинице, то буду знать, где искать. Он оглядывается по сторонам и добавляет. Здесь, в хижине. Что находится в этой деревне? Только мы. Её голос звучит устало. Едва ли это можно назвать деревней. Мы уже почти не существуем. Как это? Этого места вроде как и нет, ухмыляется она. Это мёртвая зона. Более белое пятно на карте. Просто заполненное безымёнными хижинами и безымёнными улицей. Здесь царит настолько вызывающая бедность, что даже не смешно. Ну что же здесь, ну что же, ну что-то же здесь должно быть, скажите. Кто ещё живёт в этой деревне? Вот так вот. Ну, Лильен с детьми в доме на востоке. Новые жильцы обосновались. Она кивает на противоположную сторону двора. Ну и сейчас их нет. И ещё эти алкаши, она вздыхает. Зрелище, конечно, не слишком приятное. Но с этим уж ничего не поделаешь. Дом, есть дом даже для них. Я же встречался с Лильен и дочерью. Лильен сильная, кивает она. Уж по крайней мере сильнее здешних мужчин. Если бы не она, а её детки, в этом месте не осталось бы капли жизни. Я видел алкашей, в смысле. Вон они там. Мы просто ещё не говорили с ними. Рано или поздно увидишь. Она медленно кивает головой. Их долго искать не потребуется. Что-то здесь должно быть. Она машет рукой в юго-западном направлении. Вон там ты можешь найти всё то же самое. Хижины и дикие заросли. Там язва. Между этим местным джемраком целое море старых деревьев, покрытых сажей. Под ними крошечные домишки. Отечавший парк. Язва? Что это? Старый военный госпиталь в его окрестности. Она обращает взгляд на расположенные на юго-западе. На расположенные на юго-западе. Во всяком... Не понял. Ладно. Во всяком случае, так было во время сюзеренитета. После войны там образовался благотворительный госпиталь для контуженных ветеранов и несчастных, ищущих покоя в заброшенных садах санатория. Теперь там одни безымянные улицы и времянки из шлакоблока. Сплошные хижины, насколько хватает взгляда. Что случилось с госпиталем? Благотворители закончились. Она потуже затягивает шарф на шее. Персонал разбежался, и все закрылось. Госпиталя уже давно нет. Так. Место очень бедное. Чего у нас в избытке? Так это неблагополучие. Женщина загадочно улыбается. Это холодная, циничная улыбка. Говорите загадками. Очень атмосферно, учитывая ситуацию. Сухо замечает лейтенант, оглядываясь по сторонам. Точно. Ее глаза восторженно расширяются. Иногда мне кажется, что я и потерялась в этом безымянном ничто. Я тоже потерялся. О, на лице проступает любопытство. Кажется, эта тема популярна в последнее время. Но красный путь к тому, чтобы снова найти себя. Может, мне не нужно находить себя? Давайте вот так вот. Разве так думают не все, кто потерялся? По ее губам пробегает тень улыбки. Могу я как-то помочь вам прийти на путь, офицер? Можно подзаработать? Здесь? Тебе? Из ее головы рывается короткий сухой смешок. Нет, офицер. Единственные деньги здесь. Это монеты, которые алкаши пытались спрятать от своих женщин и забыли где. Ну, я их уже нашел, наверное. Под тележками, лодками, в маленьких коробочках их легко найти. Ладно, я хотела обсудить кое-что другое. Что есть дальше по побережью? Ничего особо интересного, отвечает она, вытирая лоб. Есть заброшенная церковь, Доларианская церковь человечества. Она появилась здесь еще до моего рождения. Почему она заброшена? Некоторые вещи просто не задерживаются в этом мире, офицер. Она улыбается, демонстрируя щель между зубами и втягивает носом в воздух, осмотревшись вокруг. Кому здесь ходить? В церковь? Ее построили три сотни лет назад. Тогда, наверное, было лучше. Так они больше не проводят службы, церковники? Ну, мы же знаем, что там сидят эти музыканты, хотят захватить. Нет, они пытались, но все время что-то мешало. Преступность, несчастные случаи, то одно, то другое. Церковь все время закрывалась. Она хмурится. Жаль. Когда-то была славная церковь. Что еще есть на побережье? По дороге к церкви можно найти разваленные, то ли многоквартирного дома, то ли какой-то электростанции, пустые развалившиеся здания. Так что это, квартира или электростанция? Я точно не знаю, это довоенная постройка, что-то там было, она пожимает плечами. До войны, но меня здесь в то время не было, я родилась в Самаре. Что-нибудь примечательное? Примечательное? Старый рыбный рынок рядом с пирсом, но он закрыт. Кому приду в голову уходить на здешний рынок? Никому, поэтому он и закрыт. Она делает паузу, потом добавляет. Когда-то рынок бурлил. Когда я и все остальные молодыми были. Теперь все, что нам удается поймать, мы сразу загружаем машину, которая отправляется в Дельту или куда-то еще. Там должно быть еще что-то. А ты что, один из этих агентов по недвижимости с грандиозными планами? Если ищешь возможность для застройки, поверь, заброшенное здание на краю земли. Раньше там был склад снабжения, мы так думаем. Оттуда товары и боеприпасы отправлялись через залив, но сейчас он наглухо заперт. Мы пытались проникнуть внутрь, посмотреть, есть ли там что-нибудь на продажу или другие нужды. Но это невозможно. Нет ничего невозможного. Она роняет кусок мыла в таз и вокруг разлетаются брызги. Теперь ты знаешь все об этом побережье. Расскажите о себе. Я никто. Просто прачка. Мать назвала меня Изобель, если ты об этом. А по мужу я Сади. Изобель, Сади. Теперь твоя очередь. Лейтенант дважды Фрейтер Гарье. Вот. Неплохо, неплохо. Старуха уважительно кивает. Столько званий. И одно, даже дважды. Меня попросили получить вашу подпись. Нет. До свидания. Я не буду попросить подписи. Пацаны. Сын Лильен. У нее значит дочка и два сына. Окей. Лохматый мальчишка попадает на... Поддает ногой камень на вид. Пацану не больше пяти лет. Второй сын Лильен. Второй выглядит точной копией брата. Ну, девочка женами сказала двойняшки или близнецы. Как она их назвала. Он высунул язык, высунув язык, наблюдает за действиями близне... За действиями близнеца. Вы должны быть близнецы Лильен. Мальчишка молча пинает асфальт ногой в поношенной кроссовке. Лили, наша мама, объявляет второй. Все так же высунув язык. Это я и сказал. Любитель попинать камни внезапно начинает смеяться. Его голова на худеньких плечах кажется слишком большой. Второй тоже хохочет. О, какое упражнение для ума. Крошка Лили, это ваша сестра? Да. Ладно. Вас, ребята, друг от друга не отличить. Любитель попинать камни внезапно впадает в беспокойство. Как будто очевидный факт, который ты только что озвучил, это что-то пугающее. Он похож на меня, произносит второй. Да, я это и сказал. Мальчик не отвечает. Его брат управляет в полет в следующий камень, волосы у них обоих вымазаны в какой-то грязи. Любитель камней просто стеснялся, но теперь снова оживился. Вы не умеете общаться с людьми. Не скрывая радостью в голосе, замечает лейтенант. Ну, как бы, да. А у тебя есть медаль «Лучший друг детей»? С детьми невозможно. Да, так и есть. Не переживайте, никто не умеет. Он смотрит на маленького растрёпа, а потом на тебя. Может, займёмся работой? Здесь мы ничего не добьёмся. Дети тупые. Нет, пока, всё, давайте, до свидания. Странно немножечко. Девочка была очень разговорчивая, а с ними мы ничего не добились. Трепет. Спад температуры. Воздух течёт. Свободная улица пуста. Проезд спереди свободен от грузовиков. Дальнобойщики уже не крутят, не курят на подножках. Лишь тишина. Чем пах дым? Чем-то сладковатый химическим через дорогу. Позабытая автобусная остановка. Рожавчина провела дыру в крыше. В окна дома заглядывает вяз. С его ветвей стекает дождь и снег. Дорога гладкая и пёстрая. Выбаяны золотом и чёрным асфальтом. Прошлый его слой уже посерел. Вдалеке виднеется стройка. Ряды жёлых домов. Что за люди живут через дорогу? В ванной с тёплой водой, с белой пеной. В ней лежит мужчина. Слушает номера Лютера по радио. У4-18-24. От работы современной стиральной машинки грохочет ящик со столовым серебром. Что за автобусная остановка? Номер 312-D. Раньше здесь собирались с тайкой девочки. Надеюсь согреться в тоненьких пальто. Этот автобус возил их в школу. Его 8 лет как отменили. Девочек не хватило, чтобы окупить стоимость. Слишком мало учеников было. Ну да. Что насчёт дороги? Она вся в ямах. Раньше в них играли дети. Пока не прикатили железные грузовики с гудроном. Землевладельцы залили яймой деньгами. Здесь пролегает важная торговая артерия. На дороге лишь одна неровность. В двух сотнях шагов прямо на повороте растян дохлый пёс. Блин. Дохлый пёс. Трагедия случилась под колёсами машины РГМ. Кто-то спешил на работу. Тебя обдаёт холодом. Шум моря отдаляется. Блин. Чёрт. Достаточно. В воздухе носится мельчайшие брызги. За шлагбаумом стоит детектив. Ветер играет с прядью волос. Завершить. Пойдёмте к этим ребятам. Я заберу у вас деньги. А где 10 реалов-то раздобыл? Ладно. Такова жизнь. Где у нас тут чувак с невероятно крутой курткой? Не звоните, Абигейл. Не звони, Абигейл. Борчит небритый мужик с ярко-красным носом. Его так и зовут. Он прищуривается, как будто узнав тебя, а потом отворачивается. Тошнотворный запах, исходящий от пьяного, очень сильный и очень знакомый. Знакомый. Чёрт. Не звони, понял. Не звони, Абигейл. Я есть закон. Тот к Абигейл. Он отвратительно схрапывает, тычет пальцем куда-то в твою сторону. Абигейл, ты слышишь, не вздумай звонить, Абигейл. А этого товарища ничего не добьешься, он слишком пьян. Абигейл, тычет пальцем куда-то в твою сторону. Абигейл, тычет пальцем куда-то в твою сторону. Так, ты кто? Он не способен сфокусировать взгляд в одной точке, в глазах муть и непонимание. Не звоните, Абигейл. Что это за место? Он и кайт, и бормочет, что-то не связанное. Почему я не должен ей звонить? Он шумно втягивает в воздух и жестно просит тебя наклониться поближе. Чёрт. Я об этом пожалею, да? Ладно. Источая миазм ядовитого болота, он шепчет, не звоните, Абигейл, не звоните, Абигейл. И машет рукой, будто пытается тебя отогнать. Эй, я... Расскажи мне о своих друзьях. Он бросает на тебя злобный взгляд. Не смей звонить, ты понял? Его госпожито слабеет каждое слово. Абигейл, шепчет он замолкая. Так, не звони, Абигейл. Тихо всхлипывает он слабеющим голосом. Его так и зовут, блин. Завершить. Так, чувак крутой куртки, это ты? Дурак от роду так. Привет, Текила. Мужчина за 30, одетый в спортивный костюм из ликры. Ставит на стол свое пиво и протягивает тебе руку. Я уверен, что я хочу пожать эту руку. Рад тебя видеть. Как поживаешь? Как стоят дела с реальностью? Блин, мы знакомы. Черт. Такие персонажи, которых... Ну, ладно, поживай. Привет. Так, как дела? Текила. Он берется за свое пиво. Текила. Он меня текилой называет. Погоди, текила. А, текила санкция. Он делает глоток. Как продвигается твои концептуальные приключения в реальности? Он говорит таким тоном, будто не сомневается в том, что это твое имя. Так обращаются к какому-нибудь Биллу Брунеллу или Брунуэлю или лидеру банды с 4 улицы. Черная полоса длиной в 50 лет. Реальность кругом. Не знаю, мне говорят, что я коп. Потихоньку привыкаю. А, я вернулся, чтобы победить. Вот так вот. Сурово. Моя длится пока что только года 3-4. Не, погоди. Скорее 5. Он врач смотрит на свой спортивный костюм из ликры. Ну, у меня все тоже так себе. Ключи так и не нашел, свою телочку так и не вернул. От коллег ни слуха, ни духа он отпивает пиво. Отпивает пиво. Дурак от роду так. Значит, беседа обещает быть продуктивной и концептуальной. Наконец-то. Может и со своими друганами подписать эти документы. А, вот это интересная идея. Что вы тут делаете? Мы спасаем мир. Он смотрит на своих товарищей. Прошу, прошу, не звоните, не звоните. Умоляет мужчина в трубу. Ладно, мы пьем, мы пьем алкоголь. Вот чем мы занимаемся. Один раз я пытался спасти мир с помощью инициативы, креативности и силы воли. Но ничего не вышло. Что за Текила Сансет? Ты о чем? Это ты. Ты Текила Сансет. С чего ты взял? Мы уже встречались. Что, не помнишь? Не, ничего не помню. Возможно. Я подозреваю, что да. Возможно. Он спивает пиво. Судя по виду, ты хочешь узнать, откуда взялось имя Текила Сансет. Хочешь послушать историю? Давай. Дай-ка связку... Связки сперва промочен. Делают большие глотоки. Начинают рассказ. Текила Сансет объявился в Мартинезе в прошлую пятницу. И говорят, Текила Сансет. Я имею ввиду тебя, человека-легенду. Мы встретились в пятницу? Погоди, не спеши. Это же твоя история. Прекрати перебивать. Он делает еще один глоток и продолжает. Ты явился сюда в пятницу с расследованием. Решив, кто раньше встает, тому Бог подает тебя. Он, видимо, подал на выпивку. Потому что, насколько я помню, ты непрерывно набухивался. Люди говорят, что ты шлялся по местной гостинице и заявлял каждому встречному, что ты офицер полиции. И будет очень стрёмно, если ты застрелишься прямо у них на глазах. По-моему, это довольно концептуально было такое. Именно. Спасибо, блин. Короче, узнать о себе правду я могу из затонувшей машины и от алкашей. Круто, да? Брови у лейтенанта насуплены. Он старается сохранить максимально возможную невозмутимость. И что же произошло? Был поздний вечер субботы, и мы, члены общества агонизирующих алкоголиков, выпивали. В этом нет ничего необычного. Мы выпиваем круглосуточно. Мир от этого становится теплее и светлее. Думаю, ты сам это знаешь. Внезапно мы услышали ревматокареты на площади, а потом треский грохот. Блин. Мне сейчас расскажут, да? Хорошо. Помнишь треск ломающегося дерева? Рекламный щит. Естественно, громкие звуки пробуждают любопытство в любом существе, обладающем ушами. Такова реальность? Я хочу сойти с поезда этой истории. Нет, естественно. Ну так вот, потом было много тишины. Вздох тишины, если хотите. А затем начался черт знает что. Мы услышали, как мотокарета летит в сторону берега на предельной скорости. По звуку было похоже, что кто-то сигнул в канал. Мы пивко подхватили и бегом к причалу. Не стоит недооценивать скорость, с которой могут перемещаться алкоголики. Перед нами предстало достойное восхищение зрелище. Раздолбанная полицейская мотокарета. С тобой внутри двигатель взревел. И ты заорал, что было мочи. Время пришло! Поскольку я любопытен, как кошка. Я поинтересовался, что за время пришло. И ты ответил. Пришло время Текилы Санцет. Грядет конец всему. Ничего не говорит, так ты сохранишь больше. Скажи слово правду. Текилы Санцет уничтожит тени реальности. Ничего не говорить. После этого ты потерял связь с реальностью. Нажал на педаль, слетел с причала и провалился под... То есть, блин. Машина на тот момент была еще жива. Мышцы твоей правой ноги напрягаются. Мы подбежали к кромке льда. И ты как раз выкарабкивался. Чудом не пострадал. Весь был покрыт водорослями и прочей дрянью. Как какое-нибудь морское чудовище. Когда мы, наконец, подошли, ты сидел на берегу и плакал. Скал, что в машине остались твои формы и удостоверения. Но поздно. Та уже ушла под воду. Мы не могли оставить товарища в беде. Поэтому выразили свои соболезнования. Предложили присоединиться к нашей вечеринке. На что ты, естественно, ответил согласием. Мы спросили тебя о Текиле Санцет. И ты сказал, что теперь это твое имя. И настоял на том, чтобы мы назвали тебя именно так. Моя настоящее имя Гарри. Не, это просто имя, которое тебе дала мать. На самом деле тебя зовут Текила Санцет. Просто примета, братишка. Я так понимаю, если бы мы отказались от имени Гарри Дьбуа, то мы сейчас могли бы принять имя Текила. И как долго мы зажигали? Многие часы. Это был ночной алкомарафон. В какой-то момент, кажется, воскресным утром ты развоевался и захотел поговорить о ревашольских женщинах. Ай. Какие они красивые. В то же время, какие они все шлюхи к тому подобное. Как одна из них тебя просто раздавила. Вскоре ты пересек горизонт событий, помрачнел, встал и ушел, не говоря ни слова. Да. Вот эта история. Готов поспорить Текила. Просто легенда о своем участке. Ты, наверное, гордишься, что работаешь с ним. Если бы вы только знали. Ким сейчас, наверное, просто там от испанского стыда сдохнет к черту. Я рассказывал что-нибудь конкретное, о той особе, которая меня раздавила. Ничего конкретного ты не говорил. Просто повторял, что тебя окончательно раздавили. И что нас всех тоже раздавят. Меня никто не давил. Я сам, как хочешь, раздавлю. Розмари. Это третий типок, да? О котором мы еще не болтали. Абигейл. Чувак, тебя твоя Абигейл уже раздавила, по-моему. Честно говоря, видно было, что ты страдаешь. Если бы меня спросили, я бы сказал, что ты переживаешь довольно дерьмовые времена. Я упомянул еще какую-нибудь потерю? Кроме этого, о пистолете и удостоверении. Ты говорил, что что-то о надежде или сердце, или что-то такое. Честно говоря, детали немного расплылись. Если так посмотреть, ты потерял еще и мотокарету. Это довольно серьезно. Про своих коллег? Ты сказал нам, что они все неудачники фиговые, которые только и хотят, что испортить твой стиль. Но ничего конкретного. Той ночью звездой представления был. Ты. О расследовании? Да, ты сказала, что это ерунда, и что ты раскроешь дело, не успеет никто и глаза моргнуть. Он делает большой глоток из булоки, что тебе для этого никто не нужен. Ты теперь работаешь один. Многие полицейские становятся отшельниками, когда достигают определенной стадии алкоголизма. Обсуждали политику? Да, ты постоянно говорил про владельцев угольных шахт, которые нас давят. Прям как та женщина, что раздавила тебя. Я, кстати, не согласился с тобой. Призрачная рука рынка всегда дает каждому то, что он заслуживает. Он делает небольшой глоток. Смогли вы понять, что я за коп? Ты все время извинялся за то, что ты такой плохой коп, и за все неудобства, которые ты причинил окружающим. А еще ты все время стал... Стучал себя основанием ладони, по висками говорил, глупец, глупец, глупец. Ладно, хватит. Он кивает. Человек не просто переживает свое прошлое, поэтому я стараюсь любой ценой его избегать. Так. Кажется, ты неплохо умеешь рассказать историю. Поделишься еще какой-нибудь? Йо-о-о! Значит, теперь раскачек, говорит он, ударяясь я по камеру. Ладно, почему бы и нет? Лучше, чем пляжный бомж. Так. Не хочешь рассказать, почему тебя прозвали дурака труду так? Не знаешь... Нет. Ну, давайте, да. Я послушаю. Зависит от обстоятельств. Готов ли ты оказать мне помощь? Возможно... Что тебе нужно? Выбить. Ты что, уже забыл нашу гулянку? Он постукивает пальцем по виску, про которую я тебе раньше говорил. Я дам ему сладкое... Да, наверное. Так что, есть у тебя что-нибудь для старого доброго? Меня. Бутылка для истории. Думаю, это честно. На, держи. Классика! Он выхватывает бутылку у тебя... У тебя... У тебя бутылку и вдавливает... Пробку внутрь горлышка. Прежде чем он успеет начать, в разговор вмешивается второй бродяга. Эй, отроду так. Тебя раз так. Поделись, ты не хочешь? Не звоните, а, беги. Заткнитесь, парни. Я историю рассказываю. Он оборачивается к тебе. С тобой что-то случилось. Со мной что-то случилось. Мое настоящее имя Джордж. Здесь меня называют. Ну, ты знаешь. Когда-то я был довольно состоятельной персоной, основателями, младшим партнером в концептуальном креативном агентстве. Моя история начнется с того момента, как я заключил крупный контракт со страховой компанией. Продолжай. Я использовал прибыль, которая приносила агентство для финансирования культурного инкубатора, как я его называл, генерирования абстрактной стоимости, стоимости на человека, концептуальные проекты. Концептуальные проекты. Я разработал парадигму и работал по этой парадигме, но обязанности руководителя сильно на меня давили, поэтому я частенько занимаюсь бегом, чтобы не сойти с ума. Занимался. Сколько человек на тебя работало? 22 человека на полной занятости. Звездная команда, потенциально творцы истории. Иногда я не спал до утра, переживая за них. Бег помогал? Да, в своем спортивном костюме Сансарик я чувствовал себя победителем. А теперь мои мечты истерлись, как и мой спортивный костюм. Задумчиво произносит он, стряхивая пыль с запыленных штанов. Что случилось? Однажды я отправился на вечернюю пробежку. Тебе, возможно, известно, что невозможно очистить мысли, когда тебя постоянно отвлекает зеркание ключей в кармане. Он трясет бутылкой и издает звенящие звуки. Глаза у него мутные. Расширенные сосуды, окружающие радужку, так же, как колючие заросли. Ха, потерял, восстановил, ладно. Его глаза, твои глаза. Поэтому я снял их с кольца и положил ключи от ворот и от входной двери в разные карманы, чтобы они не звенели. Понимаешь, во всяком случае, таков был план. Я пробежал половину своей обычной дистанции, когда начался дождь. Реально, очень быстро... Реальность очень быстро становилась мокрой. Продолжай. Я вернулся к своему дому и обнаружил, что у меня нет с собой ключа от ворот. Я перепутал его с ключом от почтового ящика, а им ворота было не открыть. Естественно, ситуация потребовала, чтобы я забрался на ограду, что и сделал. Слить не получилось, потому что я поскользнулся и приземлился на задницу. Промолчать. Реальность уже выглядела мрачновато. Я сидел на жопе в грязи, меня поливал сильный дождь, но когда жизнь сбивала меня с ноги, я всегда поднимался. Так что я пересек двор, стоя перед своей дверью и роясь в карманах и понял, что к тому же забыл ключ от входной двери. Что было дальше? Я звонил на домофон соседей. Было поздно и большинство даже не ответили, а те, кто ответил, думали, что я что-то продаю и вешали трубку, прежде чем я успевал объяснить ситуацию. Людям свойственно настороженное отношение к рекламщикам. Вот ты просто с ними болтаешь и через пять минут становишься счастливым обладателем съедобных трусов. Я не завидую, ведь я был одним из лучших в этом деле. Многозначительно замолкает. Тогда до меня вдруг дошло, ведь при мне еще есть ключ от офиса, я могу переждать непогоду там. Но когда я добрался до офиса, то вспомнил, что в тот день попросил одного из своих продюсеров сменить замки, а поскольку у меня работали лучшие из лучших, дело уже было сделано, я не смог попасть внутрь. В общем, жизнь совершенно дурацким образом пошла наперекосяк. Видимо, как так было мне на роду написано. Я не могу попасть в квартиру уже несколько лет, а девушка меня бросила, потому что не хочет встречаться с бездомным. А компания, что ж, ты уже понимаешь, к чему я веду. Минуточку, ты хочешь сказать, что ты стал бездомным бомжом, потому что просто забыл ключи от квартиры? Это, блин, как? Да какова моя печальная повесть? Что думаешь? Никогда ничего подобного не слышать не доводилось, да? Он делает долгий глоток из бутылки. Погоди, это все, что... Это все? Такое чувство, что ты что-то пропустил. Я сам практически бездомный, попробую взглянуть на ситуацию. Просто не могу поверить, в буквальном смысле. Ну-ка. Текила, я много времени посвятил обдумыванию этой цепочки событий. Если бы в ней было что-то еще, я бы уже до этого додумался. Почему ты не обратился к властям? Ну, как-то они сами ко мне не обратились, но знаешь ли, у меня не было документов, поэтому меня упекли за решетку на два дня. А, сами ко мне обратились. Не могу сказать, что это укрепило мою веру в РГМ. Без обид, господа, он качает головой. Зато тебе есть что рассказать. Да, с годами я, возможно, начал преувеличивать в отдельных моментах. Когда рассказываешь историю, слишком часто она обретает собственную жизнь. Но важно то, что я правдиво передаю свой субъективный опыт. В любом случае, это история цены в одну бутылку. Он упускает взгляд. Уже почти пустую. У него действительно душа настоящего художника. Так. Почему ты постоянно все теряешь? Отлично! Отличный вопрос. Стекила. Думаешь, если бы я знал на него ответ, я бы сидел на пляже в этом когда-то великолепном, а теперь невероятно изгвозданном. Вот это слово, блин! Ёпперес, это спортивном костюме из ликры. Раньше проявлял своей реальностью. У меня с партнерами было свое креативное агентство. Были отличные квартиры, отличная телочка, но все это словно утекло сквозь пальцы. Теперь у меня ничего не задерживается. Буквально на прошлой неделе я стянул отличную куртку, а потом и ее потерял. Единственное, что осталось со мной, это двое алкашей. Пропавшая куртка? Этой загадкой можешь заняться. Как называлось твое агентство? Мое агентство, ох, меланхолично отхлебывает из бутылки. Называлось бум-бум-рум. Наша концепция заключалась в влиянии высоких искусств с примитивнейшими маркетингами и приемами. Красный свет, масляная живопись. Я убедил своих партнеров, реинвестировая часть прибыли и еще более концептуальный проект культурный инкубатор под названием разряженный воздух. Художники были довольны, клиенты были довольны. Я финансировал поэтические объединения в Восточном Ревашоле, которым разрабатывали новые универсальные поэтические языки. А теперь все просрал. Он смотрит в сторону залива. Здравствуй, уровень. Звучит замечательно. Что Skyash ArtCop? Звучит бессмысленно, потому что в этом нет никакого смысла. Смешивать масляную живопись для рекламы это не искусство, это просто циничное... Это настолько концепционное, что я не понимаю, о чем речь. Блин, смешанные высокие низкоторговые культуры не очень по душе. Я... Коппадель Арте. Неплохо. Я знаю, он стаскает, хлебывает пилзнера. Это было офигенно. К сожалению, я отправился на пробежку, запустив написанную мне на роду линию дерьма, которая все это смела. Что по поводу спортивного костюма? Что? Ты никогда раньше не видел настоящие игры? Давай, потрогай. Материал шикарный, он вытягивает руку. Неплохо, да? Это костюм вполне вероятно последний в своем роде. Может, ему даже место в музее он делает еще один глоток. Господи боже, на ощупь ткань такая грязная, что не описать словами, как будто трешь друга в друга двух медуз. Потрогав йоту, лишился по крайней мере 15% человеческого достоинства. И не было выбора. Стоит добавить, что по результатам ряда исследований ликра была признана возможной причиной развития нескольких экзотических, особо агрессивных видов рака. Так что теперь есть чего ждать от жизни. Спасибо, блин. А еще запах. Но об этом даже не думать не хочется. О, повезло тебе. Мне он никогда не дает потрогать. Ну-ну. Так у тебя лапы грязнющие, рози. Мы сидим прямо рядом с заливом. Мог бы помыть. Расскажи о других алкашах. Мои товарищи по обществу организирующих алкоголиков, они именно такие, какими кажутся на первый взгляд. Эй, текила, хочешь купить спидов. Купить, я тебе сам продать могу их. Да завали ты, розмари, он же коп, что ты, что ты не понимаешь? Я думал, он крутой коп. Не звоните, Абигейл. 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 Народ. Вдруг кто-то видел. Хорошо, сменим тему. Подпиши бумаги. А что в них? Он рассеянно помахивает рукой. Пусть моя рука сама разберется. Ты, может быть, слышал, раньше я был очень успешный, безмысленно, подписал немало договоров аренды, или как они там называются, он оглядывается по сторонам. У кого-нибудь есть ручка? Профессионал вступает в игру. Да, у меня есть ручка с обезьянкой. Черт побери. Да. Отлично. Он хватает ручку. Помоги. Очень осторожно выводит рядом с подписью. Лильен. Дурак от Раду. Там нет подписи Лильен. Погоди, игра. Я, Лильен, не подписывал ни подо что. Но это скрипты, наверное, да? На документах должны стоять как минимум две подписи. Эй, Эбби, орет он неразборчиво бормочащему алканавту, сидящему рядом. Эбби. Он растерянно смотрит во сторону. Не, не звони. Ты, Абигейл. Надо, чтобы ты подписал вот здесь. Он размахивает документом и ручкой перед носом у чувака. Это важно. Не звоните ей. Он хватает бумагу, трясущимися руками кладет их на колени и начинает медленно выводить буквы. Из-за дрожащих рук разобрать его почерк практически невозможно, что и хорошо. Его друг забирает документы и любуется. Звоните. Отличная работа. Эбби, что надо. Он найдет бумаги тебе. Могу я получить ручку назад? Спасибо. Не помню, упоминал ли я раньше, я был бизнесменом. И как бизнесмен, я оставлю ручку у себя в качестве платы за услуги. Он уверенно кивает. Пистолет. изо всех вещей, что у тебя есть, это была моя любимая. А мне больше всего нравится пистолет, который он потерял. Мы потеряли ручку? Блин. Что ж, думаю, это все. Рад был помочь. Он показывает палец вверх после всего того, что было. Я чувствую, что сделал что-то важное. Чувствую себя на тысячу гребаных реалов. Прям хорошо. Не звоните, Абигел. Он схрапывает и присасывается к бутылке. Бутылка пуста. Спасибо за службу, господа. Наборачиваться к тебе. Наверное, стоит это отправить. Я видел почтовый ящик на площади. Понял. Ага, взаимодействие. А-та-та-та-та-та-та-та. Уйти. В принципе, я доволен. Бросить конверт в почтовый ящик. Однажды дурак что-то украл куртку. Ага, хорошо. Сколько у нас очков на ВК? Одно. Я пока не буду его ни на что тратить. Нет, нет, нет. Давай. Увидимся. Розмари. Рады тебя, друг. Тебе сегодня знатно повезло. Парняга. Он разводит руки в сторону. Будто хочет обнять. О чем ты? О-о-о. Так, что желаем? Он слегка наклоняет голову. Есть куревая. Дешевая. Очень дешевая. Есть пильзнер. Стоит гроши. Дешевле. Такое бухло нигде не купишь. Спирт кому отдать за 300 риалов. Еще есть спиды. Я имею ввиду амфетамины. Амфетамины? Да, под амфетамины я им подозреваю спиды. Кажется, пропустил мимо ушей, что я офицер полиции. Вовсе нет парняга. Он постукивает себя пальцем по носу, поэтому я искал амфетамины, то есть спиды, то есть амфетамины. У меня есть и то, и другое. Я думал, что ты подразумеваешь точняк. Я так и сказал. Ага, ясно. Хорошо, хорошо. Он напивает спину бутылки. Еще могу тебе предложить ничего себе предприятие это организовал. Почему бутылка спирта стоит 300 риалов? Видишь ли, друг, он достает литровую бутылку голубоватой жидкости. Горлышко будто наглухо с закрытой пробкой. Это по-настоящему ценная вещь. Стоит своих денег. Не считаешь? Раз добыл его походу одного бизнес-проекта, никто не станет покупать спирт за 300 риалов. Это бред. Знаешь, что на самом деле бредованных мулять начинает хохотать, а потом делает три глотка из своей бутылки с пивом пристально таращатся на тебя. Ему сложно сфокусировать свой плывущий взгляд. Что? Что? Пусть говорит, что значит искал бредова? Ну, о чем? Этот парень, этот парень, он теряет трясуток из-за пальца в твоем направлении. Откуда у тебя спирт? Ой, это медицинский спирт. Первостепенная вещь. Достал во врачебном кабинете. Пару месяцев назад раздобыл ампулку одну, значит, назовется торпеда. Вроде как она для того, чтобы человек выпить не мог. А он сплевывает на землю под тобой отвратительный желтый сгусток. Но я-то смог, фиг ли. Я его, в его голосе смертной поддельной гордость. Пять лимонов, пол пачки масла и ты в порядке. Отлично, советую. Звучит довольно опасно. Так оно и было, хрипит он. Меня через неделю почки, через недельку почки эти гребаные чуть в могилу не свели. В конце концов меня благоверная в частную больничку повела. Не в бесплатную, а в настоящую. Эти сволочи, он начинает заводиться, эти сволочи содрались мне 4 реала за то, чтобы вытащить эту фигню. Но я в итоге в выигрыше остался. Как им не стыдно? Так, и каким образом? Эти идиоты оставили меня там одного. Я раньше в школе был учителем биологии. Я знаю, в чем доктора дохлятину свою держат. Ох, его глаза загорается. Ты, я понял. Стырил три банки этой медицинской жижи из кладовки. Змеюк выбросил и вуаля. Остался прекрасный голубой напиток. Он трясет 987% практически чистый спирт. Змеюк или черви паразитов? Где бутылочки уже продал этим достойным джентльменам? Он кипком указывает на своих товарищей. А последняя твоя всего за три реала, если хочешь. Не говорить этого. Я думал, стоит 300. Я думаю, что может оказаться полезным. три реала, и он твой друг. Сделка века. Продолжить. Отлично получилось. Мне нужна пачка сигарет, запил пилзнер. Немного спидов. Неплохо так сбили цену, да? Так, я возьму спирт, потому что мне кажется, он мне может понадобиться. Он протягивает тебе бутылку. Не забудь получить удовольствие от каждой капли друг. Сигареты у него продаются пилзнер. Нет, все, пора. До свидания. В цель взанном мире приятно давать ЧВ хозяину лавочки, друг. Буду рад видеть снова. Он мажет ее на прощание завершить. Этот бутыль это у нас предмет. И цена его 8. Как минимум, я могу продать его за 8 реалов теперь. Так что ну, я уже точно не прогадал в этом. К тому же у меня было парочка. Ну-ка, взаимодействовать я не могу. У нас есть у нас есть теперь много чего оказывается. Мы теперь можем а, кстати, дверь, которая была заперта, вот она. Теперь я могу туда зайти. Давайте хотя бы посмотрим. Отпереть дверь хижины ключом. Я подожду снаружи, чтобы вы могли спокойно осмотреться в новом жилье. Не просто, но ключом все наши дела на сегодня я все же останусь ночевать в танцах тряпи встретимся утром возле хижины. Ключ поворачивается с приятным щелчком теперь ты можешь пройти в хижину. Ты же сейчас меня не оставишь, правильно? Так-то мне нужно еще магнитофон в танцах. Блин, мне бы туда еще попасть днем. Ладно, посмотрим. Окошко. Оу, полоицы скрипят у тебя под ногами. Из окна видны волны моря церковь. Старые научно-фантастические журналы, книги и наблюдения за птицами. Альманах 39. Хитро так, хитрая установка испарякающая тепло гудит. Ну-ка. Парыстый прибрежный ветер все еще бьется в окно хижины под фундаментом. То и дело глухо ворчат волны. Прислушаться. Такое чувство, будто ты натянул шапку на уши и все звуки в комнате стали приглушенными. Снаружи холодно и ветрено, но ты-то внутри, тебе тепло и спокойно. Чем станет для тебя это место? Новым пристанищем, где смогу тихонько сидеть, пить и умирать, глядя на волны. Передовой базой для береговой части. Оно бесплатно, мне это достаточно, я могу здесь поселиться. это мой новый дом. Давайте вот так. Волны бьются о берег, растворяясь в тростнике. Далеко на юге в приюте для бездомных на скупой кухне собирается народ. Пожилая женщина бесплатно раздает вязаные шарфы. Среди них мог быть и ты. Ты все еще можешь там оказаться. Ничтожно неудачен в жалких попытках выжить. Благодарю тебя странное ощущение за беспристрастную оценку текущей ситуации. Да. Ветер снаружи усилился, волны снова начали биться о свае, как будто мысли о твоей голове озвучивая чужой голос загляни под половица. Термодинамический цикл сжатия расширения. Хорошо. Зеркало. А чего у нас там заблокирована электрохимия 2? На стене висит старое зеркало, в нем отражается твоя рожа. Электрохимия нам нужна? У нас у нас с электрохимией плохо все. Давайте заглянем. 28% так себе успех, ну ладно. Да, неудача. Хорошо. Мы электрохимию потом еще раз повысим. О, логика пиджак короев. Наш сейчас нам дает полицейская волна и визуальный анализ, новая одежка нам дает логику. Погодите. Так, ну тут вроде... А, стоп, тут есть еще что-то. Я это еле заметил. Умывальник. На столе вы видите миску с водой, грубый брусок мыла, рядом с ним небольшое зеркало в раковине отмокает опасная бритва. Побриться это правильное решение? В воде показывается размытое отражение твоего лица, носа, пухшие красные волосы, спутанные, уголки глаз и лоб прорезают морщины, усы изрядно разрослись. Впереди виднеется новое начало, ты должен очиститься, чтобы переродиться заново. Пожалуйста. Спасибо. Я мог сейчас убиться этим лезвием, по-моему, если что. Словно художник с кистью или мастер фехтования, ты ловко орудуешь зеркальцами, бритвой с мыльной пеной, чтобы не истребить все неухоженные волосы у себя под носом. Кстати, тут зеркало не сработало, а тут зеркальце нормально, ну ладно. Острое лезвие с царапающим звуком скользит под твоей кожей. Там, где была борода, кожа остается нежнее и воздух заметно холодит ее. Потрогать щеки. Восстановлено здоровье, фига себе. Они такие удивительно мягкие, тебе охватывает чувство свежести, словно ты только что вылез из ледяной ванны. Правильно ли было бриться? В воде показываются размытые отражения твоего лица, выбритого лица. Несмотря на распухший нос, спутанность волос и неизменные отеки, ты выглядишь немного моложе, да? ты почти что выглядишь профессионалом. Уйти. Я рад, что мы побрились. Надо потихонечку приводить себя в порядок, я думаю. Смотрите на это лицо! У нас на иконке это лицо изменилось, то есть, блин. Это вот, это было реально сейчас круто. Чувак, что скажешь, я побрился. Это самое указательное лицо. Я побрился. ммм, да. Лейтенант причуривается, смотрит на твое выбритое лицо. ммм, бормочет он. Не знаю, что сказать. Откашливается. Может, что не так, скажи правду. Не уверен, что вышло удачно. Мне, пожалуй, все же больше нравились бакенбарды. Они прикрывали, прикрывали, он умолкает, повреждения. В любом случае, рад за вас собирается лейтенант. Так, о чем это вы? Да, ничего. Чувак не заценил. Жаль. Ладно. То, что у нас появилась опция бесплатного жилья, это меня уже несказанно радует. Но в танцах, я думаю, что, может быть, задержусь или на одну ночь, или что-то такое. Там есть магнитофон, который мне нужен. Я туда еще по-любому вернусь. Ладно. Довольно удачно у нас сегодня прошла серия. Потом все-таки пойдем в сторону церкви. Я все-таки думал, что алкаши это будет один из них будет мужем рабочий, но нет. Ладно, все, ребятушки, увидимся в следующих сериях. Пока что, на этом у нас сегодня все. Всем удачи, добра, бабра, всем молодушек, и всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!